МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Довольно-таки удобно і комфортно. Розкажи нам, Анна, хто к нам прийшов в гості. Тема моди – це влаштове. Ну, а якщо, на відміну від Юри, вас більше за все цікавить не крафтове пиво, а питання, що носити, що купити, а що викинути, вам доведеться дочекатися лекції від нашої наступної гості. Це Тетяна Дрободя, яку ви дуже добре пам'ятаєте з наших спільних проєктів. Це візажист, це стиліст, це людина, яка вже стигла повчитися у Лондоні і яка готова найближчими вихідними розказувати всі секрети, що з чим витягати, для усіх модниць нашого міста. Доброго ранку. Добре утро. Скучили за тобою, дуже давно не бачилися. По-перше, розкажи, як справи. Прекрасні дела, я рада, що, наконец-то, прийшла весна, робота кипить, дівчатки хочуть бути прекрасними, я теж хочу бути вместе з ними, і тому я дуже рада, що у нас, наконец-то, в Запорожжі пройде таке класне мероприятие. Я знаю, що ти не байдужа до моди. Ми з тобою часто про це говорили. Ти ділилася своїм захватом з тижнів моди, зокрема, з тих, на яких сама була. Тепер захід, на якому ти вже у якості спікера. Захід модний. Велика відповідальність. Що саме про тренди будеш розповідати усім дівчатам, які прийдуть? Я хочу зробити моду максимально зрозумію в контексті нашого міста, тому що я часто слушала різні лекції різних стилістів, а потім ти выходиш і не розумієш. Тобто ти такий, «да, все понятно», а потім ти выходиш і не розумієш, що взагалі з цим робити і як з цим жити. Тому я за те, щоб мода становилась частина нас. Я за те, щоб ми плавно внедряли в свій гардероб якісь інтересні новинки, тому що дуже багато всього класного делається. І я за те, щоб українські дизайнери шли в наш город, приїжджали в наш город і любили його так ж сильно, як і ми любимо українських дизайнерів. Скажи, пожалуйста, ми сьогодні общались з организаторами, ми вспоминали там другие города України, де українські дизайнеры більш популярні пока що, чим у нас в Запорожжі. Расскажи, чому так відбувається, чому у нас в Запорожжі немножко обділено. Мало того, я тебе можу сказати, що дуже багато известні, навіть зарубежні бренди не представлені у нас в городі, не говоря вже об українських дизайнерах. І більше того, я тебе можу сказати, навіть якщо ми говорили о детському маркеті, я тебе можу сказати, що один і той же бренд, якщо ти приходиш, наприклад, в його магазин, в Днепрі, в Одесі, в Києві, ну, настільки класний вибор вещей. Приходиш в этот же магазин в Запорожжі, ти понимаєш, що к нам привозят якісь стандартні модели, все черних і серых цветов, і все, на цьому закінчиться. А почему обделяють постоянно город Запорожжя і як нам переломати цю тенденцію? Юра, а ти ще заметила, що размери все от 30-го мужські брюки, да? А о половинках вообще речі не йде. І якщо тебе треба 28, то вообще уходи і більше не спрашивай глупые вопросы. Да, на самом деле, во всем мире, ведь байері, вони комплектують тот ассортимент, который нужен магазину. В нашому городі, ну, і чаще всего, це той чек, який, собственно, відкрив цей магазин, він і решить, що вже в нім буде продаватися. Честно скажу, в больших городах українські дизайнери очень востребованы. То есть, вот, знаете, я когда вспоминаю, как это начиналось, то есть началось это все не от хорошей жизни в 2014 году, когда очень резко изменился курс доллара. Очень многие бренды ушли просто с рынка Украины. И это то, опять же, одна из причин, почему мы начали с Юрой свой бренд мужского белья. Ну, просто потому, что стало нечего носить резко, да? То есть, и под этот, вот под эту нишу начали появляться люди, которые что-то умеют шить, женскую одежду, белье. Спортивная одежда и все остальное. В больших городах это очень востребовано, потому что, когда ты заходишь в ЗАРу, смотришь на эти ценники, то есть, ну, опять же, для меня ЗАРа это очень странный бренд, потому что они ничего не придумывают. Они вот тут посмотрели, здесь нарисовали, тут пошили и вот вам продали. То есть, я не понимаю, ну, как бы считаю, что в нашей стране ЗАРа слишком дорого стоит. Она не должна столько стоить. Поэтому появляются украинские дизайнеры, которые предлагают какие-то интересные вещи, какие-то уникальные вещи, ты можешь их купить за хорошую цену, ты можешь пообщаться с дизайнером. Я почему люблю такие мероприятия, ты видишь, у кого ты покупаешь. Просто я такой человек, мне важно, вот энергия человека, которая для меня сделала. Если я шью платье, это должна быть какая-то прекрасная, волшебная девочка. Если это аксессуары, это должна быть какой-то тоже прекрасный, вот, будет чуть позже Дима Литовский. Я его обожаю, и я так счастлива, что он приехал в Запорожье. Я надеюсь, Диме у нас понравится. Дочекаемся, Дима. Слушай, у тебя лекция имеет название «Что носите?» Так вот, да. Так что носите? Что же носите? Что выкинутое, что купитее? И почему, собственно, в Запорожье у нас не было такого мероприятия? Да просто потому, что у нас чисто исторически есть такая вот привычка ездить в Днепропетровск. Вот вы заметили, да, что нужна какая-то одежда, да, Юра? Ты просто садишься, едешь через час, ты уже там. И все, проблему можно решить. И там есть все магазины, и вот как раз, когда мы с сыном разговаривали с организатором на эту тему, я говорю, что вы очень смелые, а они говорят, что да, мы готовы это менять, и я верю в то, что все будет прекрасно. Так что давайте немножечко сменим, потому что в Днепропетровске есть такое мероприятие, давайте пусть у нас будет свое. Давайте, давайте вызначимось, что Запорожьем цього сезона носите, что выкинутое и что купите. Что є головным трендом цього сезона? И что уже точно не можно носить? Самое главное, что вы увидите, вот еще не только вторая, это зеленый цвет. Вот такой, как фон. Травяной? Как фон сзади меня, да. А пантон цього року, сам его назвав роком, кольером сезона. Ты знаешь, самое интересное, что 3 января у меня есть такой свитер, именно травяного цвета, не зеленого, не еще какого-то. И 3 января я прихожу на встречу в Киеве, и мне говорят, о боже, Таня, вы уже в тренде. Я говорю, конечно, раньше свитер был в категории теплый, а теперь он в категории модный. То есть, знаете, я вообще считаю, что мы можем, каждая женщина может пересмотреть свой гардероб, найти там 100% какие-то 5 модных вещей, которые можно комбинировать. И перед тем, как вы придете ко мне на лекцию, вы же придете, пожалуйста, посмотрите, проанализируйте свой гардероб внимательно, и подумайте, что вы носите, что вы не носите. И если у вас есть какие-то вещи, которые вы не знаете с чем, то это как раз тот момент, когда можно пойти на маркет и подумать, с чем же это все можно комбинировать и сделать новое лок. У нас впереди уже первый показ, мы обязательно обсудим. Надеюсь, наши телезрители уже готовы и проснулись, уже все умылись, протерли глазки. Мы будем с вами вовсе окунаться в мир моды. Сделаем небольшую паузу, посмотрим гороскоп, без него уж никуда, потому что гороскоп, кстати, иногда нам советуют не только как провести свой день, а и что надеть именно в этот день. Впереди у нас первый показ, надеюсь, что он вам понравится. Гороскоп, сделаем небольшую паузу. Итак, мы уже готовы к первому показу и, конечно же, именно эта коллекция будет представлена на новом мероприятии под названием «Румбамбар». Масс-маркет нас ожидает и, конечно же, все выходные, надеюсь, модники все-таки выползут не только на солнышко, но и для того, чтобы познакомиться с новыми украинскими именами. Расскажи, кто будет первой, чья коллекция? Сегодня мы увидим коллекцию от шоурума «Наши тут», а Таня на прикладе тех девочек, которые сегодня будут у нас выходить, расскажи про то, что же этого сезона стоит носить, на что обратить внимание и какие, казалось бы, незвычайные вещи можно между собой комбиновать. Верно? Обязательно. Поехали. «Наши тут» и коллекция под номером 1 у нас на Fashion Утре именно в эту пятницу. Уже первый модный лук. Обратите внимание, что мы закончили до гороскопа говорить про зеленый цвет, и у вас, собственно, перед нами зеленый цвет. Какое совпадение? То есть зеленые болотные. Да, но, опять же, мы уже можем играться с градиентами сколько угодно. И очень важная текстура бархат. Бархат и велюр повертаются. Возвращаются, потому что это очень аристократичная ткань, это очень тактильно приятная. Вот, опять же, да, мы говорим про это. Это очень демократичная фасола, очень удобная. Можно даже себе дещо завозу за обидом до сволочи. Самое главное, что это платье оверсайз, оно идет, в принципе, для женщины абсолютно любой фигуры, любого фасона. Опять же, в этом и интрига, что непонятно, что подходит. Можно скрыть вот ту самую зиму, которая уже наконец-то прошла. Можно скрыть, можно подчеркнуть, яркие аксессуары дают возможность. Для меня вот зеленый цвет всегда был, знаешь, как раз ты правильно заметила, воплощением аристократичности, потому что именно этот цвет больше всех любят британцы. Это правда. И я тоже люблю очень британцев. Для меня это сутильная весна. Никогда бы не подумала саме так носить сарафан. Можно, я так понимаю, сегодня, всего сезона позволить себе все. А вы обратите внимание еще, что там чокер у нас был. Мы взяли одну штучку и сделали из нее чокер. Нижные рожевые так само в тренде. Он остается, конечно же, цвет не может прийти, то есть быть актуальным в прошлом году и в этом году все выбрасываете. Нижно-розовые останется всегда популярен у блондинок и я очень люблю комбинезоны. Вообще, рабочая одежда это один из главных трендов этого сезона, поэтому используйте ее. А для запорядча это очень актуально. Вместо промысловое рабочий одежда есть у многих, комбинезоны у всех есть. А во-вторых, смотрите, как классно одел один комбинезон, больше ничего не надо. Классика и для работы, и для какогось деловой вечеря. Это очень сексуально интригующая юбка, она вроде бы такая длинная, но при каждом шаге она распахивается. И обратите внимание, что если вы одеваете высокий каблук, узкую юбку, какой-то воздушный топ, он добавляет вот такой классной женственности. То есть это достаточно эротично, потому что блузка, она просвещается, но без какого-либо перебора. Ну что-то как косая высокая талия придает немножко эту, да, свои формы. Да, бесконечные ноги, в общем, тут можно играться сколько угодно. А это один из моих таких любимых образов. Во-первых, очень такой молодежный, шкодный плащ. Плащ, опять же, у нас как бы в Запорожье очень часто холодные ветра, и плащ, даже вот в теплую погоду, он не будет лишним. И обратите внимание на вот этот белый костюм. Это же, я когда его увидела, это же Бритни Спирс, помните, вот это Baby One More Time? Есть такое, есть небольшой камбэк 90. 90-е, это тоже один из самых главных трендов. И еще один классичный образ. А это тот момент, когда есть черный, белый, и если вы хотите разбавить классический офисный стиль, сделайте, чтобы был какой-то яркий, красивый трикотаж. И тот же прием, который действует на мужчин, связанный с юбкой. И та же, та же волшебная юбка, только в другом цвете. Обратите внимание, что они воспринимаются абсолютно по-разному. Я смотрел еще по многим украинским дизайнерам, популярные, может быть, и заняшности, вот такие немножко мультяшные футболки с какими-то пушистыми зверьками, выдуманными. При этом, много из досы дорослых женок вважают, что им это категорично не подходит, что это для детей або для подлитков. На самом деле, когда вы одеваете такую футболку, вы показываете, что у вас есть чувство юмора, вы идете в ногу со временем. И мне кажется, что, ну вот, если бы я была бы мужчиной, то я бы с женщиной в такой футболке бы хотела как-то заговорить, потому что, ну, знаете, вот мы часто, когда одеваемся, мы настолько как-то, не знаю, как они, ну вот, знаете, как в коконе таком ходим и вроде бы красиво, а вроде бы и холодно. А в такой футболке такой сразу, да, я готова к общению, привет. Ну что ж, я пропоную девчатам еще раз продемонструвати их выбрання, а тебе финализовать основные тренды цього сезона. На что треба звернути увагу нашим глядачкам? Доставайте все вещи, которые у вас остались из 90-х, пересмотрите, может быть, какие-то из них сейчас на пике популярности, обязательно, пусть у вас в гардеробе будет юбка-карандаш любого цвета, который вы захотите, ну и, конечно же, разные оценки зеленого, не обязательно, пусть это будет травяной, какой вам больше нравится, добавляйте в гардероб, добавляйте в аксессуары и приходите на эти выходные на маркет. Если что-то понравилось из этой коллекции, значит тут называется именно то, что мы увидели в первом показе, ну и, конечно же, ваш модный весенний гардероб может пополниться одной из этих вещей. Ну, а я хочу наголосить и подякувать чаревным девчатам из модельного агентства Image Center, которые сегодня створяют нам фантастичный, модный настрой продовжить нашу программу, дивиться разом с нами будет еще интереснее, тем более, что далее мы запропонуем всем желающим показ нижней белизны. Ну, впереди у нас реклама, оставайтесь с нами, это не единственный показ этим утром, ну и, конечно же, советы наших гостей, дизайнеров и стилистов помогут быть вам модными именно этой весной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА